Христос воскресе! после всех апостолов и откровения будущих судеб Церкви и кончины мира. Дай на зритель неизреченных тайн Божиих ближние дружи и наперстничьи Христов. И неделя шестая по Пасхе, последняя перед Вознесением, перед отданием Пасхи, повествует нам об исцелении слепорожденного. И мы из этих двух памятей извлекаем следующие братья и сестры в род духовные. Что подобно тому, как в одиночестве, только присутствие одной лишь Пречистой Богородицы, и распятого Спаса, стояло на Голгофе, апостол, исподобно тому и как сестры порожденные. Иначе, во-первых, не смог достичь такого внутреннего превосходного порядка, благодаря которому не только сподобился привлечь к благодати, быть помилованным, но и выстоял и выдержал, дорогие братья и сестры, многочисленные добросы от ближних и от иудеев, от пресеев и княжников, и сподобился, наконец, для чего и даны были ему очи. Увидеть, что очи Спасителя – это образ воскресения из мертвого. Наше состояние нынешнее, подобное его состоянию, до дарования ему новых очей. Однако, нам дана вера, и она есть духовное зрение. И мы, прозревая сквозь мрак ночной, который мы посажены, должны составить ясные понятия и непоколебимые духовные. Нельзя назвать это представлением, о нет, а видение самой истинной веры. И в этом случае, на том свете, мы, когда сподобился воскресенье из мертвых, увидим новыми очами, телесными, преображенными. Спаситель Бога, расподобится в статях, одеснувая его, и услышит предитель, благословение Александра, готовый день. Наследуйте уготованное вам царство от сложения мира. И мы видим, что это бывает многими скорбями. Не только, конечно, телесными, анаипачи, скорбями, которые предлежат в этом мире всем возлюбившим его явлениям. Вот слепец, который сидел и был послым Спасителем и послушался, подчинялся его глазу. Послужил Спасителем, овцы мои, глазом моего послушали. Вот видите, что он послушался, не видя Господа, услышал его, и послушался. Так и мы, не видя Господа, должны слушать, слушать и слушаться. Обратите внимание, когда от него истязают иудеи, и он им мужественно и сознанием дело отвечает. Его не собьешь. Он говорит им, от века не слышим, чтобы кто отверст, очи слепорождены. Из этого можно заключить, что он, будучи слепым, не был глухим. Откуда у него была вера? Вера, как говорит апостол, от слышания. С того, как он был наставлен на слух в вере, в вере православной, в вере вестхозаветной, которая была путеводителем ко Христу, в пророках, в законе Моисея, в законе Божьем, «Возлюби Господа Бога Твоего и ближнего Своего, я бы сам себе». И вот из этого закона, из пророка, из книг священного писания, которые довелось ему слышать, пусть хоть в кратком, и сжатом виде. Все зависит от изощренности, слуха и утонченности, реактивности души, серьезности внутренней, сосредоточенности. И этому весьма спасло, что его рожденная патология, что у него не было лечей. И сама по себе на благое расположение души, который принял этот крест и нес его, и не развлекался. А для нас, это, братья и сестры, урок. Если хотим, чтобы открылись наши очки на том свете, и мы узрели Христа, и услышали, и веруешь ли в Сына Божия, и видел ты Его, и Он предстоит пред тобой, чтобы мы в нем узнали того, кто говорил и учил нас, голос Его услышал. услышал. Узнали. Душа бы отзазвалась, что это Он Сам, как Мария Магдалина, когда Господь назвал ее по имени Мария, Равуния же есть Учитель. это стоит весьма и весьма дорого, а именно ограничения и даже лишения души человеческой всех развлечений, всех земных, связанных со зрением удовольствий, которые не может человек удержать в своей душе. Больше того, чем больше человек общается с другими людьми, тем меньше у него возможности войти в общение с Отцом Небесным. Об этом прямо говорит апостол Евангелист Иоанн Богословный. Имеющий сына, имеет и отца. Наше общение с Отцом Небесным, то есть речь, дорогие братья и сестры, кто хочет иметь общение с Отцом Небесным, Сынем, о том, что несовместимое земным, человеческим, здешним общением, когда кто ставит его на высокую ступень, духовную, церковную, религиозную, когда придают ему спасающее значение. А ведь это происходит в наше время. Люди, которые привыкли жить, не углубляясь, не входя в себя как слепой, слепорожный во мраке, но растекаясь воображением, впечатлениями бесконечно. Особенно последние несколько лет многие, многие из нас все более и более делаются беззащитными перед миром и убогими перед Богом. чтобы выставить на этих допросах, о которых речь сегодня. Пять допросов вынес прозревший слепец сначала от людей, потом от фарисеев, то есть сначала от соседей, которые видели его. Помни это. Он же говорил, это ад есть. И исповедовал, что человек, называемый Иисус, исцелил меня. Потом от фарисеев, потом от родителей, опять присутствие фарисеев, потом опять призвали его, фарисей, дашь, слава Богу. Мы знаем, что человек грешен. исповедовал исповедовал Христа. Ты хочешь быть его учеником, и он не отрекся. и мало того, что не отрекся, но вооруженный этим прозрением внутренним, этим внутренним порядком духовным, был неотразим. и безответным были фарисеев, когда он сказал, от века неслышно, что кто бы прозрел очи слепому. Если бы не был бы сей праведник от Бога, не мог бы творить ничисоже, а перед этим сказал, он пророк. Как самарянка, Господи, вижу, что ты пророк. Во грязях ты весь родился, и ты ли нас учишь? Больше им нечего сказать, как будто не они тоже родились в грехе, как будто не не про них. Беззаконных зачат есть и в грехе родили Матерь Моя. Безумие. И от этого безумия хранит душу, дорогие братья и сестры, мера смирения. Что такое смирение? Это знать свою меру, иметь внутренний порядок. Не простираться выше своей меры. Не мучить кого не следует. И не отступать, и не отрекаться, и дерзать, когда тебя истезуют. Заведуя. и не трусить, и не молотушевствовать. Даже когда родители собственно от тебя отрекаются. Если уж родители говорят сам возраст иметь, самого попросить. А мы знаем, что это свят Акапут, и что с ним мы не знаем. Об этом именно Господь сказал, что восстанут чадо на родителей. враги, человеку домашний его, претерпевый же до конца тот спасется. Но где взять такое благое одиночество? Конечно, мы очень, братья и сестры, сильно расслабились. Особенно те, которые по много часов в одни сидят в так называемых соцсетях, общаются, переписываются, делятся впечатлениями, событиями и ничего не могут в себе удержать. И в такую зависимость впадают от этого человеческого суетного ежеминутного общения. И духовная жизнь сводится к поздравлениям бесконечным. человек проводит по много часов отсылая смс-сообщения, например, с поздравлениями или вкрощенное воскресенье. Но что это дает душе? если человек игнорирует это, он уже не угоден и выглядит как белая ворона. Но нас явно учат священное писание, что сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле, скажешь, какая тут связь. Связь большая. Нас все святые, кто выстоял, кто был мучеником Христа ради и Родина, преподобным, благоверным князем, благоверным царем, все учат, что если человек не возненавидит души своей, не может быть учеником Божиим. То есть иметь решимость обречь себя вот на эту слепоту в отношении окружающего. При этом иметь внутреннее ухо, отверстие ко глазу Божьему и одно и другим связано. Чем человек больше предан видимым, тем меньше он способен веровать в невидимое, трепетать, иметь страх Божий и иметь бодрость, бодрость и ясность непорядок. А нас, к сожалению, можно брать голыми руками, но и всегда не готовы к любым искушениям и испытаниям, всегда задним умом крепким. но хотя бы каяться в том, что совесть обличает и сжжет. Будем молить Бога, чтобы наперед быть умнее. Я советую вам, дорогие братья и сестры, отказаться от аккаунтов в соцсетях вовсе. Никто из нас не умрет из-за этого. Но зато жизнь сразу станет не сама по себе и не сразу. Но молись Бог и даст жажда слышания Слова Божьего. Понуждаю себя открывать Евангелие с утра и перед выходом на учебу или на работу. Но этого мало. И святых отцов читать не много, а весьма взвешен свою меру. Зато размышлять и просить у Бога, чтобы, как пишет Игнатий Бринчанин, познать свое время. И как у человека с низким иммунитетом возникает закалка и он перестает реагировать, вернее, заражаться, как раз начинает реагировать и перестает заражаться на всевозможные инфекции. Так и мы. Когда будет у нас этот вкус, то есть слышание внутренне, при внешней вот этой слепоте, как говорят святые отцы, невменяемость должна быть в отношении к внешнему миру. когда Бог дает, что душа вырабатывает некие антитела, как слепцу бывшему. Что это такое? Это слово неотразимое и благовременное. Слово внутреннее, то есть полностью осуждение, которое предохраняет от всякой суеты и мукости. И слово внешнее, когда мы даем ответ вопрошающим. или наоборот молчим перед вопрошающим. Это действует, потому что и это тоже слово. И вот апостол Иоанн богослов, а то и зовется богослов, молчал у Креста. И только молча во своясь и принял Пречесть. праздникам вас, дорогие братья и сестры, Христос во крестье. Христос во крестье. Продолжение следует...